Он был зампредседателем, так сказать, городской думы, так сказать, я помню это. Вопрос-то упирается в том, что, так сказать, это самое, был в 1972 году разработан план детальной планировки курортного поселка Солоча. Он был утречен в 1989 году в обл. исполкоме в то время, так сказать. Вот, и начались какие-то шевеления здесь, бывшая, так сказать, Светлана Николаевна Пирогова. Даже сделала площадку для автомобилей, проекты так планировалось. В результате, что получилось, эту площадку отдали наши, так сказать, я не знаю, как сейчас назвать людей, так сказать, которые или капиталисты, или демократы, или хрен ее знает, так сказать, как это вот обозвать, так сказать. В результате отдали там три или четыре дома, построили на этой заасфальтированной площадке для стоянки автомобилей. Вот нужно посмотреть за эти 30 лет с лишним, так сказать, после развала, так сказать, СССР, все изменилось, только ухудшилось все. Вместо того, что в плане этого детальной планировки в этом проекте было написано, что восстановление леса. 30 лет прошло, ни одного, так сказать, что-то сделано. Причина в чем? Потому что нет настоящего хозяина здесь. Раньше были, так сказать, депутаты местные, и была местная власть. Депутаты могли влиять на эту власть каким-то образом и так далее. Сейчас абсолютно тишина. Даже на Лысой горе последний участок отдали. Загородили металлическим забором, и все. А Пыленок, Апыленок, он участвовал в этом движении в свое время. Подписывал, правда, не первым, а всегда был я первым там в этом. На меня возвращали все письма. И более 10 лет вся эта продолжалась свистопляска. Посмотрите, машины ездят вокруг каждой сосны. Вот, посмотрите, сколько дорог. Если был хозяин, там в плане детальной планировки должно было уменьшить количество дорог, закрыть их и восстанавливать лес. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!